Продолжение следует... Мы хотим продолжать тему духовного желания, чувства. Мы говорили о том, что Бог сделал нас с возможностью чувствовать. Поэтому мы сегодня хотим поговорить о местах для желания. И в Библии я вижу не менее трёх мест. На самом деле, гораздо больше. Я надеюсь, что это поможет нам разобрать, как Бог хочет, чтобы мы жили. И это всегда наша цель. Мы приходим к вам не для того, чтобы рассказать теорию. Как и вы, мы хотим знать, как же... Как реализовать эту книгу в нашей жизни. Если не так, то это ничего не стоит. Поэтому, прежде всего, я вижу крест как место духовной жажды. Есть Пасук Маут Хазак в Игерет и Ла Еврим. В Послании к Евреям есть очень сильное место... Перек Юдбет в Пасук Штайм. Евреям 12.2. Не сводя глаз начинателя и свершителя веры Яшуа. Ради той радости, которой ему предстояло, он, пренебрегши позором, претерпел смерть на кресте. И теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Мы говорили о сильном чувстве Яшуа на кресте. Конечно, Божья любовь взяла его туда. Толкала на крест. Он не был распят из-за равнодушия. Он был распят из-за Божьего желания. Он был распят из-за равнодушия по отношению к нам. Когда в него вошло копье, говорим, что это воткнулось в его сердце. И просто сердце было разрезано, раскрылось. И тогда проливалась кровь. Сердце Иешуа было полно любви по отношению к нам. Это было не только копье, которое проникло в его сердце. Но Божья любовь. Он нишбар овуену. И написано, что по другую сторону креста он ожидал радость. Он знал, что ему предстоит большое страдание. Но он прошел это ради радости нашего спасения. Эти чувства, это Божье желание. А маком ха шени, за маком яду о лану. Другое место нам известно. Ше нахну махризим эта псуки ма эле, литим кровот, бетуха, бетей кнесет шелану. Это место мы часто провозглашаем в наших общинах. Второзаконие шестая глава. Второзаконие шестая глава. С четвертого стиха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, единственный Господь. Вот оно место желания. Ве ахавта эт Адонай, элуэха, бе хол лававха, бе хол навшаха, бе хол маудаха. Люби Господа твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми силами. Зе, אני מאוד митрошем ме ахазара шел амила бе хол. Я очень впечатлен вот этим повторением слова всем. Ло хелек ме лев. Не частю. Ло хелек ме анефеш. Не частю души. Ло хелек ме ахозек шел элуим. Не частю своей силы. Эле бе хол. Но всем. Бе хол, зе умер шани ло махзик машу. Всем это значит, что я, не значит, что я что-то удерживаю. Ве бешвили зе хелек ме ахдара шел чука. И для меня это описание желания. Если у меня есть желание что-то сделать, я делаю это от всего сердца. Если у меня безразлично, то я делаю это так, слегка. Но здесь Бог говорит, люби меня всем, что у тебя есть. И здесь говорится об наших взаимоотношениях с Богом. Это очень близко к сути дела. Азе амаком ашлиши. И третье место. У ха кацир. Это жатва. И жатва это не только физическое. Эле и ха кацир бе ахрит айамин. Но жатва в последних, в последних делах. Что проки говорили о жатве. Особенно о Йоэль. Он сказал, что это гешем הראשон, гешем האחарон. Он будет дождь первый, дождь последний. И в результате, шеница, оливковое масло и вино. Бог пользуется эти картины для того, чтобы дать нам понимание. О последней жатве. Но что требуется, чтобы увидеть последнюю жатву. Мы читаем в 125-м псалме. Тот, кто слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Он даже усиливает это в следующем степени. Шел сеятель, шел и плакал. Он вернется с весельем, неся снапы. Интересно, что этот псалом начинается со смеха. Когда Господь пленников Сиону вернул, нам казалось, мы видим сону. Устана, что были смеха полны. Устана, что пели хвалу. Саша, как это возможно, в этом пырке, גם рина, и цехок, и גם бехи? Скажи, Саша, как можно, что в одном и том же главе, так же и радость, так же и слезы? Я могу объяснить. Я могу объяснить. Когда мы в Арцах, в 1992 году, мы репатриировались. Мы должны были приземлиться на посадочную площадку. Я чувствовал, что такое радость. Я думал о поколениях передо мной, которые не были здесь. Насколько я знаю, они были в Европе. Комбард, левнезе, они были здесь. Да, до этого когда-то они были здесь. Я думал об их страдании, отчаянии. И я думал, кто я такой? Что Бог дает мне вернуться в нашу. И слезы появились на моих щеках. И в то же самое время я был очень рад. Очень расчувствован. С многим ожиданием. Потому что я ожидал 15 лет для того, чтобы репатриироваться. Бог говорит в этой главе. Он говорит, я ждал возможности плакать. Когда вы чувствуете боль тех людей, которые не знают меня. И вы будете ходатайствовать. Тогда я пошлю жатву. И тогда вы будете радоваться. Какой Бог. Когда я говорю из этой главы. Я олицетворяюсь. Я вижу себя. Я вижу наше поколение. Я вижу как-то... Давайте я скажу так. И Бог возвращает нас в землю Израилева. Не только для того, чтобы оплатить аренду квартиры. И послать наших детей в армию. Это вещи неуместные. Он хочет вернуть нас к самим себе. Лохавоть сипук в хоим. Получить удовольствие в жизни. Он знает, что это тяжело. Он знает, что иногда мы плачем. И как же жалуемся, извините. Но он хочет, чтобы мы чувствовали жизнь. Он призвал нас сюда, чтобы здесь жить. Не всегда спать. Не значит, что мы не должны проходить трудности. Кто хочет проходить трудности? Да никто. Но если я должен пройти трудности. Чтобы жить здесь, в земле Израиля. И привести обратно Мессию. Это право, честь. Я благодарен Богу. Что у меня есть возможность. Чувствовать такие чувства. И положительные, и менее положительные. Давайте подумаем о ком-то в Торе. Что он тоже переживал сильные чувства. В общем, он ожидал возможности открыть себя своим братьям. Как же, как Иешуа ждет возможности открыть себя своим братьям. Вы уже, наверное, догадались, что я говорю об Иосифе. Китов в Мем-Х, 45, в Решит. Написано в Бытие 45. Иосиф был уже не в силах сдерживаться. При посторонних. Вы, дети всех, закричал Иосиф. И никого не было рядом, когда Иосиф открыл себя братьям. Кто он? Он не мог сдерживаться. Это значит, что его чувства были очень сильные. Но правильные. Он не грешил. Это не было против Иосифа. Бог хочет говорить к нам посредством Иосифа. Второй стих. Но рыдал он так громко, что египтяне услышали. И слух долетел до дворца фараона. Это не было такие всхлипывания. Это был крик. Что-то глубокое. Можно вообразить все годы, которые он ждал этого момента. Я Иосиф сказал им братьям. Что с отцом? Отец Толбенев не в силах были вымолвить ни слова. Какая картина. Это полный молочек. Это полный молочек. Полно желания. Но это от Бога. Потому что Бог работал. Внутри этих братьев. Иосиф сказал Иосиф. И братья подошли. Это я, Иосиф сказал он им. Ваш брат, которого вы продали в Египет. После этого он говорит, не волнуйтесь, Бог послал меня. Я просто должен завершить, но я хочу вам что-то порекомендовать. Не закрывайте внутри. Знаете, что Бог хочет работать через чувства. И отдать эти чувства. Говорит с ним о чувствах. Ребята, мы знаем те чувства, которые нам помогают или не помогают. Я рассказывал историю о злости. Отчаяние, это не то, что помогает. Не то, что от Бога. Разочарование или чувство, что я не могу договориться с кем-то. Это не приходит от Бога. Но он хочет, чтобы мы передали его сердце. Боже, помоги мне. Помоги нам передать твое сердце. Чтобы мы могли показать твое сердце. Как ты видишь жизнь? Иногда есть нужда поплакать. Есть также возможности смеяться и радоваться. Вот оно, вот оно Божье. Помоги нам чувствовать то, что ты чувствуешь. Через Ишуа. Аминь и до свидания. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов. Чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, у вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить. Но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны. И вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите. То при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита. Давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Donate, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Субтитры подогнал «Симон»